День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого ток-шоу, главная тема. АПЛОДИСМЕНТЫ Масштабы грибной лихорадки, охватившие Гомельчину, да и Беларусь в целом, впечатляют. Настоящий грибной бум пришёл вместе с первыми осенними дождями. Кажется, нет ему конца и края, урожаи рекордные. Соцсети заполонили фото на фоне корзинок и вёдер. Но есть ведь и другая сторона медали, десятки отравлений и заблудившихся в лесу. Куда ведёт тихая охота? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с удовольствием представлю гостей программы. Главной лесничьей области, первый заместитель генерального директора Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов. Сергей Александрович, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Белоруссии Татьяна Моисеева. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Рудольфовна, милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Заведующая отделением гигиенопитания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Колеснёва. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ И официальный представитель УВД Гомельского обл. сполкома, наш постоянный эксперт Виталий Пристромов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, если последние несколько лет жители региона жаловались на не самый хороший урожай грибов, то вот сезон 2017 порадовал, в хорошем смысле слова, своими рекордами. Это всё-таки больше аномалия или закономерность? Год хорошо, год плохо, год урожайно, год не очень? Всё-таки, наверное, это не аномалия. Говорить аномалии, наверное, неправильно. Ну, скажем так, это стечение многих обстоятельств, в первую очередь погодных. Аномалий в нашей повседневной жизни и так хватает, а оплодоношение грибов – это закономерность. Мониторингом ресурсообразующих ягодных растений, съедобных грибов мы в Институте леса, в секторе пищевых и лекарственных ресурсов леса, занимаемся по заданию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с 2006 года. Ситуацию отслеживаете, и последние лет пять не такие уж хорошие результаты. Так как же это не аномалия? Из 2011 года наблюдалось среднее в северных регионах Беларуси и в южных регионах низкое плодоношение грибов. И то, что этот 2017 год обильный на грибное плодоношение – это закономерно сложились благоприятные погодные условия. Прежде всего, влага в почве достаточно. Светлана Александровна, Виталий Валерьевич, а вам удалось в этом году в лесу побывать с лукошком? Удалось, и даже очень много, и часто. И меня в этом году поразило то, что очень много рыжиков в этом году. Это, кстати, тоже, но отчасти природная аномалия, хотя Татьяна Рудольфовна не приемлет этой формулировки. Рыжиков-то давно не было? Давно не было. С чем это связано? Как можно объяснить? Ну, рыжики больше любят сырые места. В сосновых, в еловых лесах встречаются. Ну и условия не подходили им с 2011 года. Они вообще редкий гриб. Раньше, в свое время, в 18 веке в царской России, это царским грибом назывался, деликатесом, и экспортировали в бутылках из подшампанского со шляпкой не больше двух сантиметров. Конечно, туда можно было поместить грибы в Европу, в России. В общем, это настоящее палецкое золото. Да. Много насобирали рыжиков, да и других грибов? Ну, рыжиков-ведров. Поделитесь грибными местами. Где вот лучше собирать? Ну, грибные места есть везде. Каждая их знает, грибник. Но я хочу... То есть вы боитесь конкуренции, поэтому так уходите от ответа? Я собираю вокруг дачи. В районе своей дачи. Ясно. Это Гомельский район? Да, это Гомельский район. Ясно. Виталий, а вам удалось с лукошком в лес ходить в этом году? Ну, к сожалению или счастью, не знаю, как назвать, но я не являюсь грибником. Хотя у меня есть коллега, заядлый грибник, который находил любую возможность, даже вставал в 6 утра. И вот последний пример такой, когда он выехал в 20 минут 7-го уже на машине, порядка 60 километров поделал путь. И через час он уже вернулся домой с двумя лукошками, и в том числе мне передал небольшой пакетик, такой маленький презент, потому что он уже набрал столько, что ему уже некуда девать. Снабдил и себя, и коллег. Совершенно верно. Замечательно. Несмотря на то, что грибной сезон подходит к своему завершению, сотни любителей тихой охоты по-прежнему с надеждой отправляются в лес за урожаем. Но к нашему разговору готова присоединиться грибмельчанка Надежда Белякова. Встречайте! Надежда Николаевна, здравствуйте! Подключайтесь к разговору. Каким для вас выдался этот грибной сезон? Чудесный год. Первые такое обилие грибов. Лес – это чудо, это сказка. Ходим, цветы, лекарственные растения, все это есть, и главное – грибы. Первое знакомство в этом году с грибами в каком месяце произошло? Много ли грибов вообще было за сезон? Да, начиная даже с мая месяца начались подберезовики. Это первые грибы были в мае месяце. Уже удивительная пора была. Ну а сейчас грибов очень много. Подосиновиков, боровиков, подобабков. С секретами поделитесь, где обычно собираете грибы? Ну конечно. Или это у каждого грибника тайна все-таки? Нет, 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 нет. Я же чистая вроде бы зона – это Синичино. Это Гомельский район? Да, нет. Это Кошелевский район, недалеко от Гомеля. Леса большие, разнообразные, очень много грибов разных. И, естественно, собираем... Надежда Николаевна, вот до программы вы рассказывали о неком ритуале, который помогает в тихой охоте. Реально работает? Конечно. Есть праздник православной встречи. Это 27 сентября. Каждый год попадает в разный день. Это вот в этом году была среда. Заходя в лес, всегда я говорю. Все святые приходите, грибы, яблоды соберите и мне у лукошка положите. Это тоже играет роль. Ну, то есть хорошая урожайность, я так понимаю, это не только ваших рук дело. Да. Но есть ведь и другая сторона медали – деликатес с риском для жизни. Кто-то сварил не так, кто-то собрал не то. Прямо сейчас специальный репортаж в тему разговора моей коллеги Анны Ковалевой. Нынешнюю осень уже окрестили грибной лихорадкой. Фотографии этих лесных деликатесов заполонили соцсети жителей Гомельщины. Одни хвастаются размером и количеством добычи. Другие просто восхищаются красотой подберезовиков, маслят и даже несъедобных поганок. Другой вопрос, что порой, глядя на такое изобилие в лесах, люди теряют бдительность и вместо безобидной сыроежки или шампиньона срезают бледную поганку. В итоге не пустуют не только корзины, но и больничные палаты. Только в больнице скорой помощи Гомеля число обратившихся с подозрением на отравление грибами в сентябре уже перевалило за 30. У шести из них подтвердилось тяжелое отравление именно бледной поганкой. На момент съемки в токсикологическом отделении на лечение четыре человека. Один из них в тяжелом состоянии. Люди поступали целыми семьями. Среди таких Олег Царик и его сын Никита. Походили, пособирали, там не было белых, такие взяли эти сыроежки, которые, вот. Пришли домой, сварили суп, ну, нормально вроде сварили, все как надо. Потом покушали, все, я сходил на тренировку, прихожу, отсюда плохо. Это просто получилось, я не знаю, как это получилось, что один или два там грибы попались. Это тяжелое тренирование. Это понос взрывает, и голова, и являлась такая, и ноги притятые. Коварство бледной поганки еще и в том, что первое время никаких симптомов нет. Тошнота, рвота, слабость, потливость и бледность могут проявиться только спустя 10 часов. Затем к этим симптомам добавляются обезвоживание, падение давления и тахикардия. Эта стадия длится двое суток. Следом идет стадия мнимого благополучия, когда человеку становится лучше, и он считает, что выздоровел. Но тем временем токсины уже убивают печень. В итоге тяжелый токсический гепатит, когда вылечить человека и спасти ему жизнь, оказывается уже очень сложно. Отравление проявляется тяжелой печеночной недостаточностью, с повреждением системы свертывания крови, с повреждением почек, головного мозга. Шесть пациентов у нас уже пролечены, седьмой пациент, к сожалению, скончался. Это был единственный случай пока на сегодняшний день по отравлению грибами со смертельным исходом. Вместе с тем медики предупреждают, удар по здоровью могут нанести и вполне съедобные грибы, если они неправильно приготовлены или у человека есть проблемы с желудком и кишечником. Ведь грибы изначально тяжелая пища, которая может привести к осложнениям старых болезней. Опасность съедобные грибы могут таить и из-за радиации, которую впитывают как губка. Именно поэтому их нельзя собирать вдоль дорог, железнодорожных путей или же покупать в несанкционированных местах. Сейчас грибы просто главный хит продаж. Правда, не везде их продают с соответствующими документами. Прямо сейчас в компании «Скрытая камера» мы отправляемся на одну из стихийных торговых точек, чтобы потом свою покупку проверить в специальной лаборатории. И как не поверить таким убедительным доводам? Но, как говорят, доверяй, но проверяй. Поэтому покупаем грибы и отправляемся в лабораторию Гомельского областного центра гигиенно-эпидемиологии и общественного здоровья. Светлана Михайловна, здравствуйте. Привезли к вам грибы на проверку. Можно ли узнать уровень радиации? Можно. Можно, да? Хорошо. Сколько времени займет процедура? Ну, приготовить нужно грибы и потом где-то полчаса мерить собрала. Отлично. Тогда ждем. Спасибо. Спустя уже 10 минут можно узнать промежуточный результат. По результатам промежуточного нашего измерения активности уже сейчас видно, что активность в грибах 140,2 бекерели на килограмм. Нормативно грибы 370 бекерели на килограмм. Тем самым мы уже можем сделать предварительно вывод, что данные грибы, данная проба будет чистой и пригодной для употребления в пищу. На этот раз нам повезло, скажем? Повезло. Скажем точно, что повезло. При нынешнем урожае грибов и, так сказать, массовых проверках мы видим, что насколько большое количество, конечно, загрязненных грибов, особенно Бетковский район. В любом случае покупать грибы лучше на официальных рынках и в магазинах. Там дары леса не допускают к торговле без документа о прохождении радиологического контроля. Чтобы пройти его в эту лабораторию, каждый день обращаются в среднем 40 человек. Исследовано уже несколько сотен проб, третий из которых, увы, оказалось с превышением нормы Цезия-137. Причем в некоторых уровень радиации и вовсе зашкаливал. В этом году к нам обратился гражданин из Щечерского района. И по результатам исследования пробы грибов у нас было превышение, было загрязнено значение более 80 тысяч бекерели на килограмм. Это превышает норматив в более чем 24 раза. Сотрудники лаборатории отмечают, перенасыщенные радиации грибы привозили абсолютно из всех районов. Казалось бы, как такое возможно, ведь отдельная территория региона признана чистыми. По словам же сотрудников лесного хозяйства, радиация распределилась пятнами. И порой два гриба, растущие в двух метрах друг от друга, могут иметь совершенно разные результаты радиационного контроля. И все же приблизительные рейтинги загрязненных и чистых территорий области есть. Так, в Ельском, Наравлянском, Ветковском, Чечерском, Рогачевском районах и на севере Гомельского грибы лучше не собирать. А вот в Петриковском, Октябрьском, Светлогорском, Житковическом, Жлобинском, Калинковическом и Мозорском тихая охота относительно безопасна. Узнать о радиационном состоянии того или иного лесного массива можно и прямо в местах сбора. На съездах с магистральных дорог стоят знаки, предупреждающие о сборе ягод и грибов с обязательным радиационным контролем. Впрочем, узнать об этом сейчас можно и не выходя из дома. Можно зайти на сайт Гомельского лесхоза, как и на сайт любого лесхоза Республики Беларусь. В отделе радиационный контроль вы можете найти подробные карты радиационной обстановки, которые будут окрашены по зонам радиоактивного загрязнения. Ну, здесь карта Гомельской области. И даже если лесные дары не ядовиты и не задержат большие дозы радиации, они все равно могут стоить жизни. Ведь в поисках грибов люди и сами терялись в лесах. К счастью, все нашлись, хотя известны и другие примеры. В эфире Гомель. Это студия на Пушкина 8. И мы продолжаем. Дожди в октябре. Означает ли это продолжение грибного сезона и насколько, Татьяна Рудольфовна? Конечно. Если дожди кратковременные, то, естественно, грибов также будет много. Ну, может, уже никак в августе, потому что только остаются наиболее стойкие, но их довольно много. Это и подберезовики, и подосиновики, и маховики, и маслята. Зеленки под зеленки. Гриб зонтик пестрый. И, конечно же, осенники, осеннее опятое. И все-таки сезон дождей плюс хорошая погода, ведь так, Сергей Александрович? Ну, конечно. Все равно, в любом случае, не только дожди, но и температурный фактор влияет, и влажность. Все факторы в комплексе оказывают влияние на рост гриба, на рост грибницы, на ее развитие. Поэтому только сочетание вот этих всех факторов вместе гарантирует нам какой-то обильный урожай. Опытные грибники рассказывают о тихой охоте и в начале декабря. Как это возможно? Дело в том, что многие виды грибов, и даже осенние опята, они могут выдерживать температуру до минус 10 градусов. Но наиболее морозоустойчивый гриб – это зимний опенок или зимний гриб. То есть это поздние грибы, так называемые? Да, поздние. Есть еще гиграфор поздний. Но зимний гриб может плодоносить до марта, даже до апреля. То есть зима и часть весны? Ну, если погода позволяет, он превращается в ледышку, солнце, лучи его разбудят, оттает и продолжает расти. И так может продолжаться до марта, до апреля месяца, не только до декабря. Сергей Александрович, а вот интересно, как насчет процентного соотношения съедобных и несъедобных грибов? Каких все-таки в лесах больше? Интересно, проводили такое исследование? Ну, вопрос интересный. У нас грибы делятся, еще есть такая категория грибов условно-съедобные. Наверное, если условно-съедобные со съедобными объединить, то будет больше все-таки грибов, которые съедобные. Дело в том, что в лесах у нас 2500 грибов. Из них съедобных где-то около 200, а ядовитых всего 15. Их можно по пальцам пересчитать, так что съедобных гораздо больше. Сергей Александрович, думаю, согласитесь, для нашего региона особенно актуальна тема чистой продукции. Какие грибы меньше всего накапливают цезий? Можно говорить, меньше есть распределение грибов по категориям именно накапления радионуклидов. Менее накапливают радионуклиды. Это опенок, гриб-зонтик, шампиньон. Ну, есть и грибы у нас аккумуляторы, которые нужно проверять в любом случае. Это масленок, маховик, польский тот же гриб. Эти грибы в обязательном случае нужно проверять даже на территориях, которые мы считаем якобы чистыми территориями. В том числе и те, которые мы видели сегодня в сюжете, такая карта, которую подготовили наши коллеги совместно со специалистами. Расскажите, как ведется мониторинг и контроль в лесах Гомельской области? Что касается лесного мониторинга, помимо работы с пробами, конкретными пробами лесной продукции, чем занимаются лаборатории именно в Гомельской области лесхозов. Ведется мониторинг ежегодно и контроль за содержанием цезия и в почве. Значит, эта работа проводится системно. Отбираются пробы, проводится анализ, составляются определенные карты. Это все мониторится. При наличии загрязнения свыше одного кюри, вы в этих местах, на съездах с дорог, вдоль дорог, возле населенных пунктов, увидите соответствующие знаки. Если этот знак стоит у дороги, значит, в этих местах, ну, определенно, нужно продукцию, которую вы лесной там заготовили, грибы или ягоды, ее нужно проверить. Светлана Александровна, подключайтесь к разговору. Ну, так почему же специалисты просто настаивают, грибы даже из чистых районов необходимо отправлять на экспертизу? Ну, в принципе, загрязнения выпали пятнисто. И поэтому, вот как и в сюжете здесь было приведено, что один гриб на расстоянии второго в радиусе метра может быть один чистый, другой грязный. Поэтому я хочу обратиться ко всем жителям Гомельской области, где бы вы не собирали грибы, даже если вы считаете, что это зона, где вы собираете чистая, все равно проверьте грибы. Тем более, что это можно проверить в любом районном центре геноэпидемиологии, в том числе и в Гомельском областном. И сделать это бесплатно? И это делается бесплатно. И если это свежие грибы, это пол-литровая баночка всего лишь, если это сухие грибы, 100 грамм. Этого достаточно, чтобы провести исследования. Они делаются буквально в течение дня. И в течение дня человек по телефону может узнать результаты исследований своих грибов. И потом спокойно их есть или уже делать выбор, выбрасывать, если идет превышение. Часто бывает такое, что человек собрал достаточно большой урожай грибов, принес на исследование, а вот результаты говорят о том, что их нельзя использовать. Бывает, что люди отказываются верить статистике и цифрам, не пропадать же добру. Ну, как я уже сказала, что каждый человек должен сделать выбор сам. Но часто приходится объяснять, что прислушайтесь, обратите внимание. Конечно, сотрудники лаборатории объясняют о том, что у вас превышение. Потому что норма для свежих грибов 370 бекерей, для сушеных 2500. А как же поверить в это, если рядом с тобой 10 ведер, все, что собрано непосильным трудом за выходные, а вы тут все перечеркнули? Вот в том-то и дело, что радиация не кусается, не жалится, она не горькая на вкус, ее не видно. Ее можно определить только определенными приборами. Вот если бы они горели, стучали, звенели, то люди бы задумались. А так оно невидимое, а грибов столько много, и они такие все красивые, просятся как бы тебе на стол. То каждый человек все-таки должен сам сделать выбор, что ему дороже, здоровье или же употребить. Даже белые грибы могут превышение быть во много раз. И случаев таких много, хотя считается, что белые особо не накапливают. Вот, кстати, о примерах конкретных в тему разговора. Насколько много таких показательных историй в сезоне 2017? Ну вот в этом году, например, у нас зарегистрированы случаи. Были лисички, это свежие грибы, которые тоже не сильно аккумулируют радионуклиды. Тоже были превышение более чем в 20 раз. Белые грибы тоже были случаи, когда превышение зарегистрировано большое тоже. Значительно, это около больше, чем в 20 раз. А вот интересно, все ли грибы, которые попадают на полки магазинов, на прилавки рынков, они 100% прошли контроль? Значит, рыночная лаборатория проводит контроль. И, естественно, я хочу тоже людей нацелить, кто покупает грибы в черте рынка, должен у каждого продавца спрашивать квиток, талончик лаборатории Ветсонэкспертизы рыночной. Стесняться это делать не стоит, это наша безопасность. Стесняться не нужно, это ваша безопасность, это ваша защита как потребителя. И каждый продавец должен вам показать этот квиточек. Какое значение намерила рыночная лаборатория по содержанию? Спрашивайте смело, если человек торговец не показывает, то нужно задуматься. Ну, в принципе, таких случаев нет. Обычно это несанкционированная торговля вдоль дорог, в неустановленных местах. И она этим опасна, что человек рискует. Вот как мы сюжет видели, корреспондентке повезло как бы с грибами. Хорошо закончилось. Но фактов таких очень много, когда ты покупаешь, играешь в рулетку, а потом можно перенести, проверить, а там зашкаливает содержание по цезию, например. И приходится эти грибы, может быть, даже их опасно закопать у себя на огороде. Настолько могут быть превышения большие. Большой урожай грибов, конечно, это отдельное испытание. Мы об этом уже не раз говорили сегодня. Много ли отравлений принес сезон 2017? Отравлений намного больше случаев по сравнению с прошлым годом и позапрошлым, потому что прошлые годы все-таки засушливый был период года. Вас, как специалиста с большим стажем, каждый раз наверняка удивляют истории. Кто-то съел, не приготовив. Почему? Не знаю. Ну, такие истории есть каждый год, регистрируются. И, в принципе, я хочу заострить внимание населения на том, что очень много людей собирают поддубников. Это свинушка. И если раньше это было условно съедобный гриб, то сейчас это ядовитый гриб. И поддубники собирать нельзя, потому что в их телах, как бы грибных, содержатся вещества, которые соединяются с клетками крови. Количество вот этих комплексов соединенных каждый год, вот ты употребляешь, год, второй, третий, оно накапливается. Когда наступит критическая доза, у каждого это по-своему происходит. У кого-то через 5 лет, у кого-то через 10 лет. Но эта доза критическая накопится. И тогда начнутся разрушаться клетки крови. И это может закончиться смертельным случаем. Поэтому поддубники, еще раз говорю, нельзя собирать. Потому что я вот еду, общаюсь, вот как некоторые люди. Да, я слышал, вроде как что-то там нельзя. Ем пока все нормально. Да, пока все нормально. Но сегодня ты ел хорошо, а завтра это может закончиться весьма легко. Татьяна Рудольфовна, без ваших советов никуда. Что говорят эксперты, как обезопасить себя и своих близких, как обезвредить любимые грибы? Отваривать их надо. Все просто. Кипяток поможет. У тех, у кого кожица снимается, как у маслят, у сыроежек, то надо, конечно, кожицу снять. Потому что там тоже накапливаются вредные вещества. Потом надо отварить минут 10-15 и отвар эту воду слить. А потом уже готовить. Все согласны? Я бы хотела дополнить. Потому что вот тоже сюжет здесь был про бледную поганку и сыроежку. Ее очень часто эти два гриба путают, особенно зеленая сыроежка. Очень похоже на бледную поганку. Поэтому я хочу... Так поганку, мне кажется, что вари-не вари... Вот, правильно. ...польза не будет. Яд, токсин бледной поганки, он не разрушается ни при отваривании, ни при вымачивании, засаливании. Этот яд, который никакими способами кулинарной обработки разрушить невозможно. Хорошо, спасибо. Это действительно полезные советы. Знаете, я как не собирал грибы, так и не собираю. Для меня хорошие грибы, грибы из магазина. Татьяна Рудольфовна, как вот насчет грибов шиитаки, которые достаточно давно и успешно выращиваются здесь, в Гомельской области? Хорошая альтернатива? Ну, хорошая. Мне очень нравится. Даже лучше, чем вешенка. Хотя многим не нравится такой вот редичный запах. Специфичный вкус достаточно, да? Да, когда начинаешь их отваривать, но потом он исчезает, и по вкусу они гораздо мягче, сладче, чем вешенка. Доцент кафедры лесохозяйственных дисциплин Гомельского государственного университета Трухановец Вячеслав Вячеславович. Руководство Калинковического района и областное руководство решили, что лучше всего выращивать такой ценный гриб, как шиитаки. Вначале обратились к зарубежным специалистам, потом им подсказали, что в институте леса разработаны технологии выращивания этого гриба. И весь вот этот опыт потом был внедрен в деревню Давановичи, где было построено очень современное производство по выращиванию грибов шиитаки. Технология-то была разработана в институте леса. Я знаю, что и вы приняли участие в разработке... Ну да, я в то время работал в институте леса, и в общем-то все вот эти нормативные документы были разработаны, проекты, и очень было положено много сил, и по президентской программе были выделены деньги, которые были успешно освоены. Было создано уникальное, я бы сказал, модельное производство по выращиванию съедобных грибов. Такого производства нет на всем постсоветском пространстве. Грибы шиитаки почему привлекли внимание? Во-первых, как вот сказала Татьяна Рудольфовна, это очень вкусные грибы. Во-вторых, они обладают уникальными свойствами. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, тему продолжим вместе с экспертом программы, заместителем директора открытого акционерного общества «Комбинат Восток» Ольгой Калининой. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Николаевна, рад видеть, подключайтесь к разговору. Собственно, с образцами того, о чем только что говорили, наш завод, наши грибы, шиитаки и вешенка. У вас в этом году тоже хороший урожай? У нас всегда хороший урожай. Либо у вас каждый год хороший? У нас всегда хороший урожай, мы независимы от каких климатических условий. Вот, в общем-то, если говорить о грибах, которые мы выращиваем, шиитаки и вешенка, действительно, мало того, что они по вкусу очень насыщенные и имеют яркий вкус, они действительно очень полезны. Ну и если мы уже говорим о шиитаке, грибы богаты витаминами, богаты аминокислотами, коэнзим-Q10, микроэлементами. Не секрет, что грибы шиитаки используют при лечении даже онкологических заболеваний. Также, если уже говорить о пользе этого гриба, используют и при лечении сахарного диабета. Вообще он укрепляет в целом иммунную систему человека, очищает сосуды, вот, снижает уровень холестерина в крови. В общем, гиперполезный гриб, и все-таки говорят, что нужно уметь их приготовить. У вас вот есть рецепт любимая? Не сложно это делать? Вообще, грибы шиитаки, я бы сказала, что едят, наверное, в любом виде. И даже сырыми. И это не страшно, и это абсолютно безопасно. Хотя, я думаю, что эпидемиологи подключились и сказали, не каждому пойдут сырые грибы. В меру, потому что там хитин, как и у любого другого гриба. Тяжелая пища, грибы все-таки. И, в принципе, вот как говорит гость, нужно их есть. Ну, я, считаю, придерживаюсь того, что все-таки надо отваривать грибы. Это лично мое мнение. Больше это совет для незакаленных организмов. Для всех организмов. И самостоятельно грибы шиитаки очень вкусные и полезные, сохраняют свои полезные свойства. И в добавлении к какому-то основному блюду и соленые, и маринованные. Но если уже конкретно о рецепте, то, в принципе, можно с мясом приготовить в горшочках, в духовке. Телятина, чуть-чуть поджаренная слегка. Грибы шиитаки с луком, пережаренная морковочка, пережаренная картофель. Ох, как аппетитно вы говорите. Те, кто еще не успел поужинать, сейчас отправятся на кухню. Буквально коротко, ваше мнение. Грибы не из леса могут ли стать хорошей альтернативой и по пользе, и по качеству, и по вкусу? Это достойная альтернатива лесным грибам. Это безопасно, потому что выращивают их под четким-чутким контролем, соблюдая все технологические условия, микроклимат, соблюдая все условия микроклимата. Ну и контроль на выходе готового продукта, на радиологию, на микробиологию, на химические элементы. Поэтому безопасно и альтернатива отличная. Дело в том, что в плодовых телах грибов шиитаки есть два витамина. Это B12 и D2, которых нету в высших растениях. Так что еще и с этой точки зрения... Стоит вводить хотя бы зимой этот гриб в рацион. Иногда, хотя бы, да. Иногда вот именно этот гриб. Спасибо большое. Мне подсказывают, есть дополнение из зала. Пожалуйста. Приветствую. Я Дмитрий, студент Казахстанского университета имени Франциска Скорына. Специальности лесное хозяйство. Мы занимаемся искусственным разведением съедобных и лекарственных растений. Благодаря этому, я так понимаю, со временем на рынках и на прилавках магазинов могут появиться новые виды грибов. Какие, к примеру? Новые штаммы. Новые штаммы грибов. Например, такие грибы, как обезьянья голова, лекарственные грибы... Очень интересно. А есть пример вы с собой? К сожалению, нет с собой. Также еще может появиться на рынку лекарственный гриб под названием трутовик лакированный. Это, кстати... Вы с собой взяли образец. Да, это личная разработка нашего преподавателя. Чем они могут быть полезны гомельчанам? Во-первых, они являются прекрасным средством для борьбы с давлением. Они обладают противоопухолевой активностью, тромболитическими свойствами. Потом, эти грибы... Я уже говорил, или нет... Эти грибы нормализуют кровяное давление. Я понимаю, что когда-то и шиитаки были экспериментом. Вот вполне возможно, что и эти грибы появятся на прилавках? Конечно, вполне возможно. Здравствуйте. Какие опасности могут нас поджидать при сборе и употреблении грибов в городских скверах? Допустим, шампиньоны. Которых, кстати, в последнее время немало в черте города. Ну, я хочу сказать всем жителям, что собирать грибы в черте города нельзя. Потому что грибы имеют очень развитую свою грибную корневую систему мицелий. И очень быстро и хорошо всасывают в себя все химические вещества, которые содержатся в почве. Соответственно, городская земля, даже земля в скверах, парках, она все равно имеет загрязнение различными химическими веществами. Поэтому собирать такие грибы в черте города, в парках, в скверах, уже не говоря про вдоль дорог и у себя на огородах, нельзя. Сколько бы ни говорили эксперты и специалисты, случаев меньше не становится. Не становится меньше случаев. И у нас лет 5 или 7 назад были случаи смертельные, в том числе, от сбора грибов в сосоннике нашем, который находится вдоль Реческого проспекта. Но там еще, я думаю, наложилось то, что собраны были вообще неизвестные грибы. Виталий, подключайтесь к разговору. Я так понимаю, что все самые интересные истории начинаются со слов, с фразы «Я этот лес сто лет знаю». Есть примеры в тему разговора? Совершенно верно. И здесь стоит сказать о том, что большинство тех, кто говорит «Я лес знаю», это наши пожилые бабушки, дедушки, пенсионеры, живущие прямо на окраине, на опушке леса. И таких историй полно, как и в прошлом году, как и в этом, взять хотя бы Калинковичский район, когда пожилая женщина пошла в лес за грибами, ей там стало плохо, она пропала, родственники обратились в милицию. В течение двух дней сотрудники, оперативники, общественность, сельчане искали бабушку, не смогли найти, позвонили и подключили военнослужащих войсковой части 55-25. И уже на третьи сутки наши срочники, солдаты прямо на руках уже вынесли обессиленную бабушку, она пришла в себя. Трое суток в лесу, это тоже серьезное испытание. И когда достичь, она пришла в себя, оклемалась, спросили, почему, без какой-то экипировки, все, так, внучки, я же знаю этот лес, как свои пять пальцев, я же здесь родилась, и поэтому они с уверенностью идут в лес, а в результате получается так, что они теряются. Виталий, ну вот, допустим, телефоны мобильные сегодня есть практически у каждого, в том числе у бабушек и дедушек из ваших историй. Это как-то помогает менять ситуацию? Это помогает коренным образом менять ситуацию. Хотя часто, по-моему, те же бабушки говорят о том, что я телефон не беру с собой, когда иду за грибами, чтобы не потерять. Да, это был такой у нас факт Калинковича, действительно, бабушку когда нашли мы, и она вернулась обратно, оперативники спросили, почему же вы не взяли с собой сотовый телефон? Ответ их просто обескуражил. Почему? Потому что она говорит, зачем мне телефон, я же его потеряю. В итоге потерялась сама. Совершенно верно. Буквально в сентябре месяце гоменчанин, 82 года ему, есть определенные проблемы со здоровьем, он плохо слышит, плохо ходит, но вместе с тем тоже собрался на тихую охоту самостоятельно. Приехал на вокзал, сел в дизель-поезд, доехал до станции Кореневка и пошел в лес, совершенно ему неизвестный. Пройдя полтора километра, он понял, что он потерялся. Благо был сотовый телефон. Позвонил сыну, сын обратился за помощью к милиционерам. Приехали тоже на эту станцию. И постоянно поддерживая телефонный разговор, мы смогли на звук сирен уже выйти, вытащить данного гражданина уже и обратно вернуть в семьи. То есть мобильный телефон в тихой охоте, это незаменимый помощник. Это такой же атрибут, как лукошка и нож. Это обязательно должно быть. Одна из самых распространенных ошибок, связанная еще и с мифом, пропал человек обращаться в милицию только спустя трое суток. Есть такие истории, такие мысли, и откуда они? На самом деле это миф, который не имеет под собой никакого обоснования. И я даже не могу сказать, откуда он пошел. Возможно, какие-то сериалы российские или же другие говорят нам о том, что не спешите, подождите три дня, он вернется. Не нужно никаких три дня ждать. Чем раньше происходит обращение, тем больше шансов. Совершенно верно. Еще один пример в тему разговора, еще одна невыдуманная история. В начале октября в сутки в лесу провела семейная пара из Речицы. На их поиски отправились 10 сотрудников милиции и 13 представителей МЧС. Подробности дела у заместительного начальника отдела Гомельского областного управления МЧС Павла Канончика. Здравствуйте. Действительно, был такой случай. 1 октября поступило сообщение о пропаже супружеской пары уроженцев города Речицы, которые ушли в лес за грибами и заблудились. Сообщение с просьбой о помощи поступило от внука супругов. Ему на сотовый телефон позвонила бабушка, сказала, что они заблудились, затем связь с пропавшими прервалась. Совместно с милицией в поиске принимали участие, как вы сказали, действительно реческие спасатели. Поиск проводился в районе деревни Демихи, там, где находилась дача пропавших супругов. Сначала двигались на автомобилях по просеке, подавали световые, звуковые сигналы. Затем были обнаружены следы, уходящие вглубь леса. Далее пошли пешком, там обнаружили сначала мужчину, подошли поближе, недалеко обнаружили женщину. Они уже были истощены, очень устали, но от пищи, а также от госпитализации отказались. Попросили только воды, а затем доставить их домой. Случай показательный, но, как понимаю, далеко не единичный. Да, действительно, у нас уже только по нашей линии, на службу спасения с начала года уже поступило 32 звонка с просьбой о помощи, в ходе которых проводились мероприятия по поиску 36 человек, в том числе троих детей. Но если брать статистику за последние лет 5-7, то это действительно рекорд. Для сравнения, в прошлом году было 20 таких случаев за весь год, а в позапрошлом 13, ну и так далее. Как понимаю, кадровый потенциал достаточно высокий, а вот с технической точки зрения наши спасатели хорошо оснащены? Да, значит, мы стараемся идти в ногу со временем. Помимо того, что как бы наша техника оснащена звуковыми, световыми сигналами достаточной мощности, чтобы услышать и увидеть наши поступающие сигналы на большом расстоянии, есть еще и другие мероприятия. Вот здесь уже и в сюжете, и мой коллега из УВД упоминал о необходимости взять с собой сотовый телефон. Значит, я немножечко дополню. Нашим министерством разработано приложение, называется «Помощь рядом». И я настоятельно рекомендую всем грибникам, да и просто остальным гражданам его установить. Там есть соответствующие разделы, как действовать при пропаже в лесу, при поражении электрическим током, ну и в других различных чрезвычайных ситуациях. И самое главное, там есть кнопка экстренного вызова службы спасения номер 112. То есть даже при недостаточной, при плохом качестве связи вы нажимаете на эту кнопку и идет сообщение на службу экстренного реагирования, в частности в МЧС. Как пословится, говорится, каждому грибнику свой гриб. Кто еще собрался на тихую охоту, я хочу пожелать удачи. Ну и попросить... Одеваться потеплее. И одеваться потеплее. И обратиться к нашим гражданам все-таки оставлять в лесу за собой чистоту. Это тоже важно, Татьяна Рудольфовна. Если не знаешь гриб на 100%, то не бери, оставь в лесу. Если заблудился и не знаешь, куда идти, то стой в том месте, где ты заблудился, чтобы тебя легче было найти. Итак, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова